Мы сегодня увидим частичку океана, расположенной в саунд-центре нашей столицы. Именно там ожидает нас герой сегодняшнего выпуска, Денис, который занимается экстремальным видом спорта. Тогда познакомимся с ним. Здравствуйте, меня зовут Денис, мне 38 лет. До этого не по специальности работал. Образование у меня ихтиолог-рыбовод был. В океанаре я работаю 8 лет. Пришел сюда аквариумистом, устроился. Мне доверили карантинную зону по рыбе. Именно я пришел сюда аквариумистом, я проработал около года. И в 12-м году, в 12-м месяце, в декабре, я перешел в водолазы. Вот уже 9-й год пошел, как я работал водолазом здесь. А так в основном специализация у нас это чистка, уборка, кормление. То есть такая техническая часть. Первое время страх, там, хочется дышать тяжело. То есть когда приходишь, только начинаешь, кажется, что воздуха не хватает. Потому как дышишь через легочник, он зажимается зубами, вставляется в рот. И такое ощущение, что дышать тяжело. Потому что мы привыкаем на поверхности. Вдох, выдох, но это спокойно. А здесь у нас маска закрывает нос, дыхание только том. И как бы привыкнуть к этому сложно первое время. То есть когда погрузился, думаешь, мне воздуха не хватает. Все на поверхность. Из-за чистоты дыхания начинается отдышка. Учащенное сердцебиение. Кислород больше расходуется. И начинается вот эта вот отдышка человека. Очень часто начинает дышать. Вот самый страшный враг, самый такой сильный, можно сказать, это паника. То есть на глубине у многих дайверов, когда происходит паника, они просто погибают. В этот момент нужно просто остановиться, успокоиться и спокойно начать дышать. Тогда сердцебиение у нас нормализуется. И дыхание становится спокойным. Дайвинг. Ну, дайвинг это, можно сказать, единение человека с водой. То есть в подводном мире это прекрасно, как просто, если сказать. То есть когда погружаешься, вот такое вот ощущение невесомости, вот как космонавты в космосе себя ощущают, примерно такое же ощущение в воде. Самое большое приятное ощущение я, например, лично получаю во время кормления. Вот если вот можете видеть лимонных акул, когда лимонные акулы едят, ну, такой, как сказать, прилив адреналина. Когда акулы едят у тебя с рук. Кормим мы в кольчужных перчатках, вот они у нас по вот эту часть. По сути, перчатки вот эти кольчужные не спасают. Если лимонка захочет укусить, у нее сила такая, что она меня просто как куклу игрушечную перевернет. Она, если за руку схватит, она вот так вот крутанет меня, как игрушечного, и отбросит в воде. Она очень сильная. То есть наша сила на поверхности, предположим, у людей. А в воде любая рыба очень сильная. Даже те же каранкасы. Они выхватывают, там, за перчатку кусают, там, как игрушечного, разворачивают в другую сторону. Когда лимонные акулы кушают, вот от этого получаешь такое удовлетворение. Когда залез, покормил, вот каранкасы вот эти серые рыбы поели, нет такого удовлетворения. Как будто и не было кормежки. Ты вот раскидал рыбу, они там повыхватывали, там, вылез. Прям скучно, правда. А когда лимонные начинают акулы есть, и люди стоят, смотрят. И ты не от того, что там люди тебя снимают, и ты такой, ой, я там, звезда, еще что-то. Нет, просто такое удовлетворение, что они поели, ты их кормишь, ты можешь ее коснуться. Но это нежелательно, конечно, хватать их, пытаться. Я их глажу. Они проплывают, они там взяли у меня, например, кусок рыбы, я там по пузу погладил, там, по чешуе ее, раз она ушла. Ну, все думают, что они мирные, но в период весенний они такие более агрессивные бывают. Так что самое главное – внимательность и соблюдение техники безопасности. Раньше у нас не было сетки, люди погружались полностью в чаши. И первая ошибка людей – объясняешь на поверхности, что руками не машем, рыбу не пытаемся схватить. Человек погружается, все, у него глаза вот такие. Он вот так пытается заплавники схватить, там, черепаху поймать, лимонку, акулу, еще рыбу схватить. А каранкосы у них вот на эти резкие движения не могут укусить за пальцами. Но очень важно, когда твоя работа тебе нравится, то есть по душе. Вот моя работа мне по душе. Я ей доволен, я прихожу, я получаю удовольствие. И когда ты от работы получаешь удовольствие, ну, это работа тебе по душе, и ты еще получаешь зарплату за эту работу, это прекрасно, я так считаю. Погружаешься, чистишь, сифонизацией занимаешься, чистишь песок. Убираешь вот бордюр, вот это все очищаешь, скалы, и человек начинает тебе вот так вот долбить. То есть там, когда отсюда стучат, тоже очень хорошо слышно, если ты еще рядом с акрилом как бы располагаешься, вот этот стук очень слышно в воде. Поворачиваешься, думаешь, ребенок там, ну, хочет помахать, поворачиваешься, стоит взрослый дядя, говорит, давай сфоткаемся, ну, как бы, я не знаю, как бы, я бы так не поступил, например. Ну, это дикое, рядом дети его, и он какой пример показывает людям? Все мы зависимы от судьбы, от жизни, от нашей. То есть никто не знает, что может произойти на следующий день. Я, как лично, получаю большое удовольствие, когда дети мне машут из тоннеля, вот ребенок машет, если я ребенку не помашу в ответ, дети обижаются. У меня у самого дочка, как бы, 7 лет. И я понимаю, как это для ребенка, когда ребенку в ответ ты не машешь, а он тебе машет в тоннеле, и аж внутри все сжимается, как бы, смотришь на детей. Я, как бы, посоветовал многим бы просто беречь природу, потому что, ну, она нас наказывает за то, что мы ее не бережем. Это мы уже в этом убеждаемся с этим вирусом, с прочими событиями. И детей своих учить, воспитанности и бережливости, чтобы дети не бросали, где попало мусор, и обращались аккуратно с природой. Дайвинг. Невероятно красивое, но опасное влечение, ведь плавать с акулами может не каждый. Чем бы вы не занимались, самое главное, это ваша безопасность. Поэтому берегите себя. До следующего выпуска.